Нелюбимый. У французского президента сейчас самый низкий рейтинг за время его правления. Эммануэля Макрона поддерживает всего лишь 31% граждан. Таковы результаты опроса, опубликованного во вторник. Почему Макрон теряет свою популярность, узнаем от Елены Абрамович. Летние каникулы принесли французскому президенту немало сюрпризов, которые ударили по его рейтингам. Он едва оправился от скандала со своим главным охранником, который избил демонстрантов в мае, как на прошлой неделе ушел в отставку народный любимец, министр экологии, из-за несогласия с реформами президента. А за ним и министр спорта по семейным обстоятельствам. На удивление Макрон не сумел справиться с этими кризисами. Он не знал, как реагировать и еще глубже погрузился в эти проблемы, что и сделало его таким слабым на данный момент. Если раньше Эммануэля Макрона воспринимали как авторитарного и твердого в своих намерениях президента, то теперь у него имидж менее уверенного в себе руководителя, считают аналитики. Экономика растет медленнее, чем прогнозировалось. И он сейчас сомневается в предстоящей налоговой реформе. Но падение рейтингов после первого года правления – процесс естественный, подчеркивают многие. Я думаю, это нормально. Его действия сильнее, чем у нашего предыдущего президента. Но не более того. И то, что он наполняет государственный бюджет, опустошая счета граждан – это, конечно, позор. Заставить французов измениться – это как карабкаться на Эверест в кедах. Поэтому я говорю – молодец. И говорю это, несмотря на то, что я пенсионер, чьи выплаты урезали. Считаю, он пытается изменить ситуацию, и это хорошо. Новый политический сезон должен внести свои коррективы. Ведь впереди еще ряд реформ, которые задумал президент. Закрепится ли за ним новый имидж, или все-таки 40-летнему Макрону удастся вернуть доверие граждан – французские СМИ пристально за этим следят. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Индар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова